Всем привет, с вами Астрома, вы на канале Анисанрайз, и я добрался до маяка, по идее. Там маяк, действительно мы на месте, и нам нужно отдать комплект ремонтный какому-то старику, который, думаю, вот он. Хм, что же делать, что же делать? Мне нужно обратиться за помощью, но я не могу оставить маяк без присмотра. И оставить всё как есть тоже нельзя. Так-так, кто это у нас здесь? Что же вас привело к маяку, к маяку барона? Хм, а вы случайно не Фолкт, смотритель маяка? Хо-хо, именно я. Это эмблема на твоей груди, случайно не... А, это, да, мы Брайсера. Младшая Брайсера, если быть точнее. Что же вы сразу-то не сказали? Вы должны бежать со всех ног, чтобы помочь старику, и не надо притворяться, будто не заметили его обеспокоенности. Э, что? О чём ты говоришь, дедуля? Почему бы просто не сказать, что случилось? Потому что вы не спросили. Если вы Брайсеры, то нужно было сразу же сказать что-то вроде, нужна ли вам помощь, мой пожилой друг? Похоже, дедушка прифигел. Говорю вам, нынешние Брайсеры только драться и умеют. А где же любовь? Где сострадание? Вам ещё расти и расти до того мужественного Брайсера, которого я нанял однажды. Вот это был Брайсер. Точный, как часы. Припоминаю, это было семь или восемь лет назад. Но как бы давно это ни было, вы ему в подмётки не годитесь? Что-то мне очень сильно подсказывает, что речь идёт ни о ком ином, как о отце Эстельки и Джошуа. Блин, и снова у меня с непривычки начинает садиться голос. Как же это раздражает-то? О, сказала бы я вам, как мне нравится эта оскорбительная лекция. Но вы говорили что-то о помощи? Он такой же, как и сказал владелец фабрики. Разве? Ох, да-да, да, и в очень-очень-очень важном деле. Видите ли, я ходил косить траву и напрочь забыл запереть дверь. И можете представить, когда я вернулся, внутри были монстры. Целая куча монстров. И я не решился войти внутрь. Я ведь не сумасшедший. Итак, прежде чем принять ремонтный комплект, вы хотите, чтобы мы позаботились об этих монстрах. Я правильно понимаю? Думаю, это само собой разумеется. Не так ли? Ремонтный комплект? Что ты несёшь? Для того-то мы сюда и пришли. Выполняем запрос на доставку ремонтного комплекта для этого маяка. Но очевидно, тут сейчас проблемы посерьёзней. Да, всё так и есть. И я не смогу начать работу, пока там не безопасно. Вы знаете, сколько их там? Даже не представляю. Но уж точно не один. Так что осторожней там. И не помрите. Не стоит беспокоиться. Брассеры не умирают. Хотя я задаюсь вопросом, что монстры забыли на маяке? Скорее всего, их привлёк септий. Как ты можешь догадаться, этот свет производится довольно мощным аргментом. Угадал маль... Угадал мальчишка. В прошлый раз они все собрались на самом верху. Ну, тогда всё понятно. Раз понятно, так займись делом, девчонка. Иди и покажи монстрам свою грубую силу. Ой, да слава богу, у нас есть выбор. Можно просто старика посылать, но... Нам нужны деньги, нам нужны деньги, нам нужно много денег. Поэтому придётся помочь старику. Хорошо. Давайте сделаем это. Мне уже пора начинать осмотр маяка. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь об этих... Этих тварях. Как можно быстрее. Ладно? И будьте... Будьте начеку. Они довольно шустрые. Хорошо. Я готова. Давайте наваляем им. Так, я надеюсь, моего уровня хватит для того, чтобы... Этих тварей запинать. Так, ну ладно. Попытаемся сделать всё, что в наших силах. Так, ауешечку бы бросить, но они слишком далеко стоят. В общем, стоит пинать во всем, кроме воды. Так, отлично. Сначала всех немножко напинаем, а потом уже добьём на следующий ход. Похоже, может не получиться. Может не сработать мой коварный план. Потому что уж слишком много хп у них остаётся. Больше половины. Ну, планка у нас есть с собой всякие печенюшки, которые мы сможем схомячить в экстримной ситуации. Хотя, может быть, даже и не понадобится, учитывая то, что у них урон-то и не особо большой. Да, в общем, в топку магию. Будем их просто пинать. Так, пришла очередь ястреба. Ну, что-то как-то, как-то что-то. Кхм, ничего-то не то. Хотелось бы урона немножко больше. Вот даже и стелька наваляла просто не по-детски. И поехали. Ну, блин, мы только на первом этаже. Ещё неизвестно, сколько их там всего. А как же режет слух. Английская озвучка. Нужно срочно ставить японку. Но мне сейчас это делать лень. А, в общем, дилемма. Так, хорошо, забили тогда на навыки. Ой, на магию, то есть скинаем навыками. Так, добьёт? Добьёт, наверное. Да, добила стелька, отлично. И ты у нас... Давай, 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 Клоя тоже. Просто обычную атаку. Ну, ладно, в общем, думаю, волноваться не стоит по поводу этого задания. Не такое оно и сложное, не такое оно и страшное. Всяких зелья у нас с головой хватит на то, чтобы полностью восстанавливать здоровье всей нашей команды. Да что ж такое-то? Ну-ка, давай туда. Хреново, что не ауешная эта атака. И вот сейчас бы стелька такой закрутила этот самый ураган. Вот было бы то, что нужно. Но нет. Тогда всё было бы слишком просто. Так, ну, блин. Блин. Короче, стелька ничего сделать не может, поэтому... Так, магии у стельки вроде бы хватает, поэтому можно... Пока подхилится. А уже Клоя мы вылечим тогда зельями. Коварный план. Ладно, всё-таки используем навык Джошуа. Не хотел этого делать. И теперь я понимаю, почему я не хотел этого делать. Так, оставим мы спецудар. Потому что наверху нас может ждать какая-нибудь непонятная, неведомая хрень. И опыта дают вообще копеечки. То есть, апнуться мы этим делом не сможем. Грусть, печаль, беда, обида. Странно, пустой этаж. Я думал, здесь на каждом этаже какая-то хр... О! Вот здесь их вообще двое тусуется. Стоп, 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 простите. А где преимущество-то? Ладно, тогда мы с вот этим попробуем сразу разотаться. Чуть преимущества не зашло. Хотя должно было быть. Так, всё. Перед следующим боем нужно обязательно не забыть... Подхилиться. А то точно отвалюсь ненароком. Сохранение там, где-то возле начала башни. А в общем, лень мне снова всё это проходить. Так, ну никого не запинают, по идее. Хотелось бы в это верить. Ну и всё, и за следующий ход мы с этими, по крайней мере, разберёмся. Так, раз. И снова не получится так, как я хотел. Ну вот-вот-вот. Я не знаю даже, что здесь можно сказать. Так, всё, Джошуа, давай. Заканчивай. Так, отлично. Ну а теперь сразу хилиться, 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 бегом хилиться. А всё остальное потом... Так. Ризотто с сыром, пожалуй. И две штучки мы с хомячим, чтобы уж... Прям наверняка. Во. В общем, как-то так. Поехали. И лоб в лоб. Так, хорошо. Ой. Блин. А как отменить-то? Никак. Уже никак не отменить. В общем, ладно. Я забыл, что у Клоя у нас... Спецнавык это хил. И воскрешение побудно. В общем, затупил. Стоило бы подождать какой-нибудь экстренной ситуации. И именно в тот момент использовать. Но это же я. Хотя я думаю, это простительно. Учитывая, сколько я не играл в эту игру. Наверное, около трёх месяцев. И что-то подзабыть. И это, по-моему, естественно. Блин, вот зашёл бы сейчас ураган, но... Но, но, вы поняли, да? Не прёт. Совсем не прёт. Надеюсь, этот паш... Этот маяк будет не очень высоким. Так, 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 так. Навыков нету. Вот этого добьём. Так, хорошо. И вот, 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 блин. Ладно, используем обычную атаку. А потом с Телькой используем ураган. Вот, точно, коварный план. И у меня не хватает... Всё, в общем, не прёт. Не мой день просто. Просто сегодня не мой день. Там прям вообще не мой день. Так, что бы такое утворить? Вообще, мне что-то подсказывает, что этажи уже должны скоро закончиться. На то этот маяк получается уж слишком высоким. Прямо неестественно высоким. Ну и... Заканчиваем. Так, снова нужно не забыть подхилиться, иначе я... А, там все мастры уничтожены. Отлично, но мы... Мы всё равно подхилимся. У нас яблочные мороженки есть. Которые восстанавливают по 300 хп, ну и... Одну сожрём, и хватит, я думаю. Так, а что у нас на маяке на самом верху есть интересного? Такого, чтобы прямо смотреть? И... Серьёзно, ничего нету? Опа! А вот это что-то любопытное. Так, а где мы? А, вот мы. Опасная зона посторонним, ход воспрещён. Но мы не посторонние, пустите! В общем, зря я сюда тащился. Нас считают посторонними и никуда не пускают. Ладно, возвращаемся к вредному старику и... Докладываем ему о том, что мы уничтожили всех монстров. И передадим ему комплект ремонтный. Пускай занимается своей работой, восстанавливает маяк. Ну, а мы со своей справились. Как дела с теми монстрами? Хм... Можешь радоваться, дедуля. Работа сделана. Мы позаботились обо всех монстрах. Теперь всё должно быть в порядке. Ну и дела. Это просто замечательные новости. Теперь, когда у меня есть ремонтный комплект, я смогу сделать этот маяк. Нет, этот мир намного лучше. Итак, чего мы ждём? Раз внутри теперь безопасно, то я пошёл... Вперёд! Такое чувство, что я не был здесь целую вечность. Думаю, нам нужно поторопиться с этой работой, Эстель. Кто рано встаёт, того удача ждёт, верно? Что-то вроде того, да. Приветствую. Я здесь от лица гильдии брасеров, и у меня для вас посылка. Она немного тяжёлая, так что поднимайте осторожно. Отдан ремонтный комплект. Да, всё на месте. Отлично. Благодарю вас, что донесли это всё сюда. О, не волнуйтесь, ведь это наша работа. На самом деле, горожане тоже беспокоятся о вас. Так что я рада, что вы в порядке. Похоже, это довольно тяжёлая работа. Так что поберегите свои старые кости. Обязательно. Спасибо за беспокойство. Хоть и такое грубое. Выходит, ты начинаешь понимать, что значит иметь заботливое сердце. Эм, неа, не очень. Видимо, я не сильна в этих душевных делах. И только я подумал, что ты немного выросла. Ай, ладно. Видимо, вам ещё расти и расти до уровня того брасера. Может быть, его зовут Касиус? Вообще-то, мне бы хотелось побольше о нём узнать. Что это был за брасер? Если истории о нём правдивы, то он был весьма удивительным человеком. Он мне очень сильно помог лет 7 или 8 назад, но, к сожалению, я даже имени его вспомнить не могу. Он был чертовски хорош, без обид, но вы ему даже в подмётки не годитесь. Хотя между вами есть какое-то сходство. У него были такие же каштановые волосы, как и у тебя. И глаза точно такого же оттенка. Каштановые волосы и цвет глаз, как у Эстель. Возможно ли, что тем брасером был... Да-да-да, Касиус Брайт. Я очень надеюсь, что со временем вы дорастёте до его уровня. Хотя, быть может, я желаю невозможное. Так или иначе, спасибо вам, молодёжь, за ваш труд. Пора возвращаться к работе и наверстать упущенное. О, точно, берегите себя, хорошо? И ногу не поломайте. С вашего позволения. Ты думаешь о том же, о чём и я, Джошуа? Да, я не мог не подумать. Семь или восемь лет назад. Мужественный брасер, с которым тебя сравнивал Фогт. Вы его знаете? Да, наверное. Можно сказать и так. Я почти уверена, что он говорил о нашем папе. А? Если речь была о нём, то мы ему, конечно же, не ровня. Да уж. Хотя, мы тоже брасеры, мы тоже брасеры, так что... Это можно принять за комплимент, что нас вообще сравнивают с ним. Если мы тоже хотим сделать себе имя, то придётся поработать. Догонять его маленькими шагами изо дня в день. Но даже так, думаю, он малость не в нашей лиге. Да, возможно. Но я верю, что в один прекрасный день мы превзойдём его. В смысле, мы и так лучше всех. Такое могла сказать только Эстель. Спасибо. Наверное. Так или иначе, нам пора идти дальше. Нам некогда прохлаждаться. Если мы хотим стать брасерами мирового класса, то должны двигаться вперёд. Ты абсолютно права. Отправимся в путь и посмотрим, куда судьба приведёт нас. Задание монстры на маяке выполнено. И доставка инструментов тоже выполнена. А это значит, что мы можем с чистой совестью возвращаться в Руан. И сдавать все эти отчёты. И я думаю, это те задания, с которыми мы могли и быстро справились. А уже остальные задания там, наверное, посложнее. И придётся очень долго искать. Хотя я за кадром пробегусь. Может быть, я ещё найду какое-нибудь задание, которое мы сможем сделать перед тем, как мы отправимся в Академию. Потому что там, я думаю, пройдёт очень много времени. И просто банально мы потом уже не сможем выполнить все эти задания. А кусочек сюжета терять, естественно, не хочется. Так, главное не заблудиться. Так, там у нас сиротский приют. Я думаю, не стоит пока их беспокоить. Пускай они там возвращаются к нормальной жизни. А мы направляемся прямиком в Руан. Так, стоп-стоп-стоп. Всё-таки запутанные эти пляжи. И да, за три серии я ещё ни разу не отвалился. Как ни странно. А лично для меня это большое-большое достижение. Обычно всё происходит. Немножко. Совсем немножко по-другому. А вон и дорога через лес. Именно вот по этой дороге мы сможем попасть в Академию. Когда разберёмся с оставшимися заданиями. Надеюсь, мы уже скоро туда отправимся. Хочется посмотреть, что же это за Академия. Тем более там должны быть тянки. Там должно быть много тянок. Таких, как Клоя. Так что такую возможность выпускать просто нельзя. Потом можно будет долго себя винить. Так, сдаём всё, что у нас накопилось. А может быть мы ещё даже ранг Брасеров повысим. Монстры на маяке. Четыре очка Брасеров и полторы тысячи мира. Хорошо. Тайна старой карты. Сопровождение. Повышение в звании. Вот оно. Свершилось. Теперь мы младшие Брасеры пятого ранга. И мы выполнили аж целых 30 заданий. И получили 110 очков Брасеров. И получен кварц Туман в качестве награды. Большое спасибо. Кажется, вы справились без серьёзных травм. Если выполните ещё какие-то задания, то не забудьте отчитаться. Так, 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 так. Где наш... Кварт. Туман. Враги не замечают ваше присутствие. Отлично. Обязательно мы его используем. Ну, и как видите, у нас осталось всего лишь 4 задания невыполнимыми. Но я думаю, мы всё-таки выполним их. Должны успеть до того, как отправляться в Академию. Ну, а на этом мы эту серию закончим. Я сейчас за кадром побегаю. Попытаюсь найти где-нибудь отсылки к тем заданиям, как их можно выполнить побыстрее. Ну, а на этом мы заканчиваем. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok